Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев, как всегда по понедельникам «Археология Форбс» и мой соведущий сегодня Кирилл Горский. Добрый вечер, мне показалось, что у нас сегодня невеселый девиз «Присядем на дорожку». Присядем на дорожку? В смысле? Всей передачи? Ну, по крайней мере, дорожку мы будем обсуждать. Да, дорожку мы будем обсуждать. У нас, да, собственно, девизы передачи «Лучше в Париже, чем в Краснокаменске», да? Как Сергей Маратович Гуреев написал в своем твиттере, была эта надпись удалена через 15 минут, но, как мы знаем, интернет помнит все. Ну, это стало, конечно, одной из главных новостей недели. Да, так что мы хотим поговорить об отъезде Сергея Гуреева, о том, собственно, почему это такая важная новость, почему вот уже несколько дней идут информационные волны одна за другой по этому поводу, и что это значит для эволюции российского политического режима, что это конец, окончательный закат системного либерализма, начало эпохи новой либеральной миграции, так называемого философского самолета и так далее. В общем, тем очень много, и мы ожидаем, что вы будете активно участвовать в нашем разговоре. Телефон наш, студийный 6510-99,6. И к нам сейчас присоединится, вот буквально с минуты на минуту, обозреватель журнала Forbes Борис Грозовский. Да вот и он, входит в студию. Ну что ж, Кирилл, это что, вот у нас, понимаете, наша вся публицистика последнего года как-то вся основана на таком образе Рубикона. Мы все переходим и переходим, это какой-то Рубикон, вот очередная точка невозврата. Была точка невозврата у нас закон Димы Яковлева, да, так сказать, была точка невозврата, какие у нас еще были там за последние месяцы. Ну все это, с одной стороны, как-то очень интересно, с другой стороны, это очень страшно, потому что, ну, все мы просто из истории знаем, что одной из важнейших частей истории нашей страны являются волны эмиграции, накатывающиеся, накатывавшиеся, по крайней мере, в 20 веке, там, каждые 20-25 лет. И у нас у всех с этим связаны какие-то ассоциации, сугубо исторические, а сейчас мы видим, как эти исторические ассоциации появляются буквально у нас на глазах. Ну, например, вот отъезд Сергея Гуриева в очередной раз, может быть, наиболее сильно, мне кажется, как-то рождает идею, а вот не все ли едут. Да, пора валить вот этот вот лозунг. Вы знаете, действительно, какое-то очень символическое действие, символическое явление, потому что, ну, как бы ужасно это ни было, но вот раньше уезжали люди, связанные с болотным делом, люди, так сказать, по своей воле или, так сказать, волею преследовавших их Следственного комитета, названные оппозицией. Ну, олигархи уезжали еще. Да, олигархи беглые уезжали и так далее. Но сейчас здесь едет вполне себе благополучный системный человек, много лет работавший близко и с Путиным, и с Медведевым. Вот, и вот здесь настолько бесцеремонные, беспардонные действия Следственного комитета в его отношении, видимо, говорят о том, что вот сейчас действительно какой-то наступил совершенно новый этап нашей внутренней политики. Борис. Мне кажется, что ответ Сергея Гуриева, если может быть по поворотной точке, то только для, как бы, интеллектуальной элиты поворотных точек действительно было очень много. Раньше для кого-то ими стали алиэст Платона Лебедева и Михаила Хатарковского в 2007 году, а для кого-то даже и подтасовки там на президентских выборах 96-го года. Но теперь, конечно, понятно, что никакое там участие в экспертных советах, открытых правительствах, написание большого количества записок для политического руководства страны о том, как нужно вести ту или иную политику денежную, налоговую, бюджетную, ни коим образом не спасать от того, что в определенный момент к тебе могут прийти следователи и вести себя точно так же, как они ведут себя с оппозиционерами из Болотной площади. Почему? В чем была, собственно, незаменимость Гуриева? В чем важность фигуры Гуриева? Очень часто сейчас в таких, так сказать, изданиях типа «Известий» или там на телевидении встречаешь, ну, уехал очередной какой-то экономист, непонятно какие его достижения, нам-то что? Нет, Сергей никак не очередной, не один из. Он, безусловно, входит, наверное, в тройку, в пятерку лучших экономистов страны. Ну, если брать, так сказать, критерием чисто научные успехи, то здесь, безусловно, на первом месте жена Сергея Гуриева, Катя Журавская, последние годы работающая в Парижской экономической школе. По количеству и по динамике публикаций в ведущих мировых экономических журналах, она, безусловно, сильнейший экономист в России в последние годы. А талант Сергея, кроме того, что у него, безусловно, есть научные успехи, состоит в том, что он умеет одинаково хорошо разговаривать с широкой читательской аудиторией, с политиками и с учеными. Он для просвещенного монарха, для такой Екатерины II, который хочет Дидро, Вольтера или кого-то там выписать к себе в учителя, Гуриев – это идеальный учитель, который умеет очень просто объяснять самые последние выводы экономической науки. Ну да, собственно, мы не раз имели возможность в этом убедиться, когда он здесь был, в нашей студии, многократно за последние годы он был в археологии, и в археологии «Форбс», и я с телевизионной своей стороны тоже могу сказать, не раз он был гостем моей телевизионной программы, и такого ясного, четкого и очень какого-то спокойно просвещенного взгляда на все, что происходит, но как-то в присутствии Гуриева всегда становится очень спокойно. Да более того, в последние полгода у нас «Форбс» он вел колонку, смысл которой, собственно, и состоял в регулярном, каждый месяц, освещении какой-то из современных экономических теорий, и он выступал прекрасным популяризатором, и я думаю, что из этих колонок, если бы все это продолжилось дальше, вышел бы неплохой учебник. Ну и чтобы уже закончить вот этот панагирик Гуриеву, потому что я думаю, что есть, наверное, люди, которые, может быть, не в курсе, что это действительно очень важная знаковая фигура для экспертного сообщества, для научного сообщества и для политической элиты России. И, скажем, что основанная им и до последнего дня возглавлявшаяся им российская экономическая школа, РЭШ, это одно из самых лучших, я бы сказал, лучшие в экономической, даже причем я это говорю как сам представитель высшей школы экономики, но у них по, если, скажем, брать магистратуру, а у нас, кстати, сейчас совместный бакалавриат в вышке и РЭШ есть, но по инновационности, потому что там магистратура, там меньше гораздо людей, они могут, так сказать, более интенсивно и емко учить. Вот, это была совершенно удивительная передовая школа, в которой преподавали, ну, собственно, была и есть, и была создана Гуриевым как самая передовая школа, в которой преподают ведущие западные экономисты. И если взять список выпускников РЭШ, магистров РЭШ, то видно, что они занимают ключевые позиции в экономике как России, так и в экспертном сообществе, как России, так и Запада. Только справедливости ранее надо сказать, что Гуриев основал российскую экономическую школу не в хронологическом смысле, все-таки, когда она возникала 20 лет назад, зимой как раз был 20-летний юбилей, это были другие немножко ученые старшего поколения, Виктор Полторович, Валерий Макаров и так далее. Ну, Гуриев фактически работает в школе с первого дня, ректором он является, я вот сейчас не вспомню точно, наверное, лет 15, и, безусловно, он вложил в создание, в развитие школы такое количество своих знаний, контактов, интеллектуальной энергии, что можно говорить о нем как обоснователь, просто не в генетическом смысле. Ну, да-да-да, понятно, это надо сказать. Это, кстати, очень интересно, потому что в свое время Рэш получала грант от «Открытой России» Ходорковского. 2003 день года. Да, то, что сейчас Гуриеву следователи вменяют. Но интересный факт, что в этот момент Гуриев еще не был ректором Рэш, в тот момент, когда экономическая школа получала грант от Ходорковского, там, я не помню сколько, 50 тысяч долларов, что-то в таком духе. И то, что сейчас ему вменяется, то, что он получал деньги за то, что позднее он провел экспертизу по делу Ходорковского. Но, друзья, давайте взглянем сейчас на это таким более широким взглядом. Не является ли это окончательным кризисом всякого системного либерализма? Давайте подведем итог тому, что произошло за последние недели. Сколково. Сколково уже, по-моему, вообще сейчас там дербанит, как могут и как хотят. Ну, нельзя сказать, что Сколково это какой-то символ системного либерализма, но вообще было бы интересно понять... Ну, Медведевский проект, все-таки связанный с модернизацией. Что это такое, да? Это вот, ну, как так случайно случилось с Сергеем Гуриевым? Или это все-таки действительно очередной шаг, очередная ступенька в какой-то, ну, осознанной программе изменения информационного фона, научного фона, экспертного фона? Да, я бы сказал, политического ландшафта страны. Ну, и в конечном счете политического ландшафта. Смотрите, отставка Игоря Федюкина. Еще, еще одно. Тогда надо начинать с Суркова, наверное. Сурков, Сколково, Федюкин. Собственно, вместо того, чтобы отправить в отставку высокопоставленных плагиаторов, которые, так сказать, занимают высокие посты со списанными диссертациями, отправляют в отставку того, кто их разоблачал. Я бы все-таки с осторожностью стоял в один ряд, ну, например, Суркова и Гуриева. Ну, я, кстати, вот не уверен. По крайней мере, многие аналитики, вот сейчас у Кирилла Рогова вышла интересная статья в «Новой газете», пишет, «Большая ставка», по-моему, называется, в сегодняшний новый, и только что вот я видел ее на сайте, где он пишет, что, ну, так уже сразу, так сказать, раскроем все, что мы хотели говорить сегодня, что Путина убедились в том, что существует теория большого заговора, в которой, так сказать, связана в одну нить. То есть, что существует большой заговор. Да, большой заговор, в который втянуты и Сурков, и Сколкова, и болотная оппозиция, и Гуриев, как связка между западными деньгами и болотной оппозицией, Сергей Марков как раз этими словами написал, и НКО, которые, так сказать, такие спящие агенты, которые при очередном болотном протесте поднимут людей. И существует вот такая вот большая сеть, представленная и либеральными экономистами, которая с подачи Запада в любой момент может подняться и вручить власть, отняв ее Путина, мягкому модернизатору Дмитрию Медведеву. Но идея наличия организованной либеральной антигосударственной сети кажется пока еще несколько параноидальной, хотя кто знает, что мы увидим еще через несколько месяцев. Ну, я думаю, что параноидальность – это одно из главных определений нынешней власти. Борис, вот как вы считаете, существует ли такая, так сказать, придуманная силовиками схема глобального заговора против Путина? Мне кажется, что прежде чем о ней говорить, нужно процитировать упомянутого вами Сергея Маркова, если только успею, это сейчас, да, там довольно-таки большая цитата, я как раз ее специально выписал перед передачей, а просто с тем, чтобы дать представление вот об этой логике наших оппонентов. Да, все-таки правильно, чтобы они говорили прямой речью, а не в нашем полисказе. Да. Вот что говорит Сергей Марков, близкий к Кремлю политолог. Цитата. Вынужденная отставка Сергея Гулиева может иметь серьезные политические последствия. Гулиев играл важную роль в либеральном лагере. Продолжение цитаты. Он был главным экономическим советником Дмитрия Медведева, занимал важную позицию в ключевых проектах Медведевской команды, открытое правительство, Сколково. Он был ведущим идеологическим колумнистом газеты «Ведомости», главной антипутинской элитно-интеллектуальной газеты. Там он вырабатывал идеологическую и политическую платформу альтернативного Путину нового прозападного политического курса. Вынужденная отставка Гулиева может удалить в самое сердце Медведевской команды, что приведет к ее ликвидации, демонтажу, и демонтажу ее как либеральной альтернативы Путину. Вот такая сеть. Это просто, что все это сети реализуется. Тут все же одно к одному. Смотрите, вот, скажем, отставка сейчас фактически из ВТБ выгнали Бутберга, которого тоже якобы финансировала позицию. Напомним, что это муж Тимаковой, пресс-секретаря Медведевы. Так что, не знаю, у меня действительно складывается ощущение, что вот сейчас силовики пошли в наступление по всему фронту, и выбрана, так сказать, вот эта вот зачистка всяких корней Медведевщины, вот этой вот всей либеральной, модернизационной. И вот с одной стороны и Федюкин, с другой стороны и Гуриев. Смотрите, Лукин. Сейчас он выступал впервые за много лет. Доклад о состоянии прав человека не был принят, не был одобрен Советом Федерации. Это все в течение нескольких дней происходит. Очень хочется, конечно, на это смотреть под лозунгом «Революция пожирает своих детей». Сурков, который, собственно, был во многом архитектором этой самой сувеленной демократии, архитектором этих игрушечных управляемых из Кремля политических партий, которые борются друг с другом. Вот теперь он становится жертвой революции на новом этапе, примерно так же, как Ежов в какой-то момент сожрал Ягоду. Да, в общем-то, и того же самого Бутберга еще 4 месяца назад было трудно представить себе, что его назовут представителем либерального лагеря. Бутберг тоже никак не либеральный лагерь, никакой не оппозиционер, не системный, не антисистемный. Абсолютнейшее дитя, так сказать. Да, теперь вот они оказываются слишком либеральными. Ну, в общем, да, такая мрачноватая картина складывается, тучи сгущаются у нас буквально физически, видимо, в этот ясный московский вечер. Тучи сгущаются здесь у нас в аудитории Финам.фм. Давайте лучше, чтобы передохнуть, идем на перерыв. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Археология Форбс сегодня в эфире. Сегодня соведущий мой Кирилл Горский, замглавного редактора Форбс, и наш обозреватель Форбса Борис Грозовский, наш гость сегодня. Ну, и вы знаете, я сейчас слушал рекламу, такой какой-то контраст. Мы тут описываем такую ситуацию, а там, в общем, птички чирикают, элитная недвижимость продается, нефть растет в цене, IT расцветает. Может быть, мы как-то, я не знаю, слишком сгущаем. Вот иногда даже хочется себя самого остановить, окоротить. Позвоните нам и скажите. Телефон студийный 6510-99-6. Как вы считаете, отъезд Сергея Гуриева – это значимое событие для России? Что оно означает лично для вас? Или просто это, так сказать, такая небольшая эпизод во внутриэлитной, внутриклановой разборки, и действительно не стоит серьезного разговора. 6510-99-6. Код Москвы – 495. Как вы оцениваете отъезд, иные скажут, иммиграцию Сергея Гуриева? Может быть, нам всем пора валить? Вы знаете, я хочу сказать, что вот отъезд Гуриева еще в каком-то смысле он одну проблему решает. То, что вот раньше был такой моральный выбор – сотрудничать ли с властью. Вот сейчас, мне кажется, что вот в 2013 году для большей части экспертного, аналитического сообщества этот вопрос уже практически не стоит. Ну, вообще, по большому счету, экспертного и аналитического сообщества в нормальных условиях не должен стоять вопрос сотрудничать с властью или не сотрудничать с властью. Они формируют свое экспертное мнение, которым пользуются в равной степени гражданские организации, власть, бизнес, кто угодно. А вот в этой ситуации возникает ощущение, что, ну, действительно, экспертам приходится думать заранее о том, какую позицию они занимают. Ну, здесь, действительно, приходится заранее думать, потому что, судя по комментариям самого Гуриева, кстати, мы собирались его вывести на прямой эфир, мы с ним общались немножко раньше сегодня, но, к сожалению, в это время сейчас он не может говорить, так что попробуем его вывести в один из наших ближайших эфиров. Но, судя по комментариям самого Сергея Маратовича, готовится некое, уже на наших глазах существует некое дело экспертов, которое, да, Борис, вот то, что вы писали в своей колонке Forbes, сопоставимо с разоблачением контрреволюционной группы Чиянова-Кондратьева, да, в свое время, какой это год? 37-й. Да, это 37-й год, дело экономистов. Вот что, действительно, может быть, готовится какое-то дело экспертов? В экспертном сообществе вы видели некую либеральную контуру? Нет, ну, пока-то, конечно, это касается только тех, кто писал заключение по делу ЮКОСа, но просто там, кроме Сергея Гуриева, были задействованы еще Тамара Марчакова, бывший судья высшего арбитражного суда, Оксана Олейник из высшей школы экономики, если не ошибаюсь, на факультете права она где-то работает, Михаил Суботин, Елена Новикова, у которых примерно уже полгода как изъяли компьютер, личную переписку и так далее. Пока, конечно, только в этом смысле. Но вот, возвращаясь на шаг назад, мне кажется, что на самом деле, нельзя сказать, что перед экспертами уже не стоит вопрос сотрудничать или нет с властью, потому что им как бы особенно больше-то не с кем в наших условиях сотрудничать. У нас же нет оппозиционных партий, там, скажем, если посмотреть на США, есть фонд Heritage, который, по сути дела, формирует интеллектуальную повестку республиканцев и еще несколько фентенков, которые занимаются примерно этим же. Есть институт Брукингс, который формирует в экономической части и в общественной во многом интеллектуальную повестку демократов. У нас, как бы, оппозиционеры пока не могут по объективным причинам предъявить какой-либо платежеспособный спрос на интеллектуальные услуги экспертов. Соответственно, им больше ничего не остается, как в той или иной мере работать на власть. Отказываясь от этого, они лишаются, во-первых, заработка своего, одного из основных, и, во-вторых, они вынуждены, как бы, терять тем самым свою базовую функцию, если они не могут на что-то повлиять. Но власть при этом, мне кажется, систематично зачищает основные экспертные площадки. Я вот сейчас уже даже просто опасаюсь за свою родную высшую школу экономики, но если посмотреть, что происходит со Сколковой, сейчас, так сказать, обезглавлено Рэш. Я думаю, что, скажем, стратегия 2020, все, кто писал стратегию 2020, тоже, так сказать, это может являться неким таким подозрительным эпизодом в глазах силовиков и так далее. Но вообще-то стратегия 2020, документ, делавшийся по заказу правительства, для него, использовавшийся им со страшной силой, и основные авторы этой самой стратегии 2020 на днях как раз опубликовали в «Ведомостях» открытое письмо, где как-то высказывались в поддержку Сергея Гулиева, высказывались в поддержку Левады. Вот, кстати, на самом деле важные... Немножко мы не в тот ряд поставили-то отъезд Сергея Маратовича. Мне кажется, что скорее тут нужно говорить о накате на центр Левады, которому было запрещено фактически публиковать результат опросов. Там же ловика безумная совершенно. Вы получаете иностранное финансирование? Получаем. Вы опрашиваете население о том, как оно, то есть население, относится к важнейшим социально-политическим событиям? Опрашиваем. Окей, опрашиваете для себя и для своих иностранных заказчиков тоже, пожалуйста. Но публиковать это вы не можете, потому что факт публикации результатов опроса населения о важнейших социально-политических проблемах это влияние на политическую жизнь. Это политическая деятельность. То есть на фактически научное, в данном случае с Гуриевым, в случае с Левадо-центром деятельность, приравнивается к политической. Ну, собственно говоря, любая экспертная деятельность, любая, не только социологическая, но и просто научная оценка текущей ситуации, высказанная публично, оказывается политическим актом. А десятки региональных экологических организаций по всей стране, которые получили предупреждение, потому что то, что они пытаются делать, это попытка влиять на решение, принимаемое органами власти. Раз ты влияешь на решение, принимаемое органами власти, значит, ты занимаешься политикой. Вот такая логика. То есть власть фактически шаг за шагом зачищает пространство вокруг себя, создает закрытую герметичную структуру. Так что, я не знаю, в конце концов мы окажемся с православной социологией, чекистской экономикой и конспирологической политологией. Это господ Маркова или Шевченко. На самом деле, ведь по большому счету, эта герметичная структура создается вокруг того, что вообще обслуживает экспертную сообщество, что у нас обслуживает довольно малую часть населения, экономики и так далее. То есть это власть, крупные компании, что еще. Подавляющая часть населения, подавляющая часть страны, она, в общем-то, как бы не была потребителем экспертного мнения, не была потребителем колонок Сергея Гуриева, не была потребителем опросов Левада-центра и так далее. То есть, в общем-то, на самом деле, никто не заметит. Ну, это везде так много. Много ли в Штатах там знают профессора Роберта Бара из Гарвардского университета? Кто читает Wall Street Journal, тот видит его колонки иногда. Ну, вот мне все-таки интересно, как наши слушатели, я думаю, что они так или иначе знакомы с именем Гуриева и с тем, что его отъезд означает. Позвоните нам 65 10 99 6 и скажите, как вы оцениваете отъезд Сергея Гуриева? И приведет ли он в всплеску новой волны либеральной эмиграции? Ожидаете ли вы большую эмиграцию? Или, может быть, сами готовы эмигрировать из России? И не в связи с делом Гуриева, а просто в связи с последними тенденциями в нашей политической и социальной жизни. Вы знаете, я сейчас здесь хочу вот как вопрос поставить, что, видимо, тоже вот то, что мы сейчас говорим с зачисткой вот этого всей Медведевской фронда и всего этого либерального большого проекта, происходит ли некое переформатирование элиты? То есть мне кажется, что наша элита достаточно комфортно в путинское, сколько уже там, 12-летие жила, где с одной стороны можно было поверхностно заявлять лояльность режиму, а с другой стороны, так сказать, заниматься своими делами, иметь недвижимость на Западе, иметь западные счета, детей обучать где-то там. Вот. И вот этот вот контракт, он, по-моему, и закончился. — Более того, как показывает пример того же самого Сергея Гулиева, до сих пор можно было работать на Медведева, состоять в советах директоров крупнейшим госкомпаниям и одновременно симпатизировать Навальному честно и вполне трезво высказываться в колонках, в Фарбсе, в ведомостях и так далее, куда Сергей писал статьи. То есть можно было даже... Деньги не были даже платой за лояльность. То есть стопроцентной лояльности не требовалось. — Напоминаю наш вопрос 65-10-99-6. Как вы оцениваете отъезд Гуриева? Является ли это сигналом новой либеральной эмиграции? Павел на линии. — Да, здравствуйте. Я вам по сторону сегодня звоню. Ну, смотрите, для меня отъезд Гуриева, конечно, это знаковое событие. Но, с другой стороны, у меня как бы некие нотки злорадства. Когда год назад людей арестовали по болотному делу, которые требовали изменений в стране, как бы в духе модернизации по Медведеву, все системные либералы как-то у нас промолчали. Значит, и их предупреждали, что рано или поздно силовики у власти займутся ими. — Придут за ними, да. — Сейчас это, собственно говоря, и происходит. Мы это наблюдаем, это было ожидаемо. — Понятно. — Иллюзия, скорее, либералов. — Понятно. — Иллюзия либералов. — Спасибо, Павел. Александр на линии. — Ну, я тоже считаю, что, в принципе, конечно, что это является сигналом к тому, что знаком, который в последующем, может быть, увеличится либеральная миграция. — Ну да. Вы сами, Александр, в связи именно с политическими событиями, с атмосферой в обществе последних лет не думали, для вас не стоит вопрос возможности иммиграции? — Ну, есть рефлексия по этому поводу, потому что я-то вижу, что, в общем-то, при декларации социального государства у нас идет, наоборот, десоциализация. И, как правильно говорят у вас на радиостанции, о том, что, в общем-то, вырастили дойный класс средний и как-то вот сели на него. И вот... — Ну да, да, Александр, понятно. Здесь действительно, мне кажется, такая сформировалась, что ли, обида Путина на средний класс, которому, так сказать, дали вырасти вот в эти вот сытные, тучные, да, есть коровы тучные, есть коровы тощие. — Даже не на средний класс, а просто вот на интеллектуальную часть среднего класса, живущую в столице. — Ну да, креативный класс, рассерденные горожане. И вот это вот то, что произошло с Гуриевым, это отзывок вот этой вот, так сказать, обиды, то, что эти люди, в которые входят, в общем, и части политической элиты номенклатуры, и все, кому было позволено иметь офшоры на Багамах, дома где-нибудь в Европе, детей и в европейских же колледжах, они вдруг, оказывается, не поддерживают и не любят Путина. 65, 10, 99 и 6. Как вы оцениваете отъезд Гуриева? Является ли это сигналом к началу новой либеральной эмиграции? Николай. — Здравствуйте. — Добрый вечер. — Вы знаете, вот эта новость, она, конечно, показывает, что тенденция, обозначившаяся с выборов президента прошлого года, когда стала набирать силу партия лояльности, она все сильнее подталкивает вот партию диалога, которую выражал, на мой взгляд, Сергей Гуриев, к разочарованию в собственной миссии, в собственной, так сказать, функции внутри власти. И, конечно, Сергей Гуриев — это вершина альберга экспертного сообщества. — Да, да. — Власть работает очень много экспертов, это действительно и интеллектуалы, и ученые в самых различных областях. И, наверное, для многих это будет таким, ну, большим разочарованием, может быть, не столько, сказать, импульсом, чтобы покинуть страну, но чтобы изменить свое отношение к взаимодействию, к операции с органами власти, я думаю, что несомненно. — Согласен, да, Николай. Спасибо. Очень, мне кажется, вы верно сформулировали здесь. Вот правильно Николай сказал, что остается у нас одна партия лояльности. Вот то, что мы начали говорить о переформатировании элиты. Ведь какой прежний контракт был, да? Live and let live. Тебе позволяют обогащаться, ты не трогаешь политических основ режима, а сейчас такого нету. Сейчас ты обязан декларировать свою лояльность. Вот мы сначала говорили о законе Диме Яковлеве. Что же это такое было? Это было фактически такой, так сказать, совершенно блатной ритуал повязки кровью. Кровью вот этих вот сирот. Вот сейчас уже действительно ребенок умер первый, да, которого не дали усыновить американским родителям. И он сейчас от недостатка медицинской помощи умер первая, есть первая жертва закона Димы Яковлева. Лахова отказалась сегодня в Госдуме отвечать на этот вопрос, что вы разводите тут демагогию, говорит она. Вот, так вот, людей повязали этой кровью, выкручивая руки депутатам и сенаторов, депутатов и сенаторов заставляли голосовать. И вот сейчас какая-то совершенно новая логика власти, совершенно новая логика формулирования элиты, по-моему. Ну, сейчас, по крайней мере, просто под ту же гребенку, под которую раньше ставились, ну, допустим, депутаты, сенаторы, да, там, высшие чиновники, ставится верхушка экспертного сообщества. В конце концов, Сергей Гуреев, это, ну, действительно, вот одна из вершин его. Сигналы тем, кто находится ниже или нет, мы пока не знаем, но вот, предстоит посмотреть. Да, да, в самом деле. Вы знаете, была интересная тоже в гранях колонка Михаила Ямпольского, и вот он как раз тоже здесь проводит эту связь о том, что был вот этот вот закон подлецов, а сейчас этот закон подлецов фактически, то есть, как говорится, сформирует режим подлецов. То есть, это, при помощи вот этого закона, фактически конструируется новая аморальная власть, новый аморальный режим. Это мнение Михаила Ямпольского. Напомню наш телефон, 65 10 99 и 6. Как вы оцениваете отъезд Сергея Гуреева? Константин на линии. Добрый день. Я хотел бы вернуться к понедирикам по поводу Сергея Гуреева. Почему? Потому что есть некое недоумение. Я вот читал пару колонок в Фарбсе Сергея Гуреева. На меня они произвели впечатление, ну, какого-то дисковолепета и складывалось впечатление, что это написала его пресс-служба. Ну, как человек, который редактирует колонки Сергея Гуреева в Фарбсе, скажу, что эта колонка не писала его пресс-служба, она писала его он сам, да и, в общем-то, пресс-службы у Сергея нет. А, ну, может быть, он надиктовал кому-то или там какие-то свои записки передавал. Ну, у меня складывалось такое впечатление. То есть они были очень наивные по своему содержанию, очень простые. И, собственно, стратегия 2020, о которой вы тоже говорите, она же была тоже такой же декларативной. То есть надо уйти от сырьевой экономики. Ну, кто ж против этого? Конечно, надо. Надо, чтобы инфляция была низкой. Да, вроде тоже все за. То есть вернитесь, пожалуйста, к понедельникам, да, объясните... Ну да, в чем заслуги, да? Да, и в фейсбучной тусовке, которая очень... Которая, конечно, никуда не поедет, но будет говорить, что она, что пора валить. Да, вот объясните какие-то основные идеи, да? Ну да, в чем, в чем, да, чем матери истории ценен Сергей Маратович Гуриев? Ясно, Константин, спасибо. Ну, вот, собственно, колонки Сергея Гуриева и были призваны объяснить, что происходит в экономике, что происходит в экономике глазами современных ученых. И, ну, вот, к сожалению, не все читатели... Нет, ну, у него есть и достаточно серьезные научные работы, там, по теории контрактов он писал, по политической экономии у него очень серьезные есть вещи. Они не все доступны широкой публике. И, я думаю, можете поискать, собственно, по индексу цитирования, по опубликованным его книгам. То, что выходило на поверхность, вот, в наших эфирах, в Форбсе, в Ведомостях, это такие, как бы, просветительские разъяснительные вещи. Да и точно никак нельзя назвать поверхностными. Да. Есть четыре десятка докладов в Social Science Research Network. Есть гигантское количество, конечно, публицистических статей, которые просто рассказывают о частных таких проблемах, как построить разумную бюджетную политику, как снизить инфляцию, как построить ответственную денежную политику, нужно или не нужно защищаться от импорта и каким образом это делать. И так далее. Просто Сергей высказывался по достаточно широкому кругу проблем и везде оставил, как бы, след. Собственно, достаточно популярный характер носит книжка «Мифы экономики», которую два издания уже выдержали. Да. И вы знаете, здесь, в принципе, надо сказать не только здесь, а о Гуриеве, о том, что, скажем, публикации выпускников и сотрудников РЭШ, они составляют больше 50% индексируемых публикаций в ведущих индекс-службах в России по экономике. Больше 50%. И все же, несмотря на это, вот было очень хорошее в ЖЖ у себя Константин Сонин писал о том, что, несмотря на это, у нас все равно крайне низкий уровень экономической дискуссии, невозможно привлечь людей, какие бы зарплаты там РЭШ не предлагал, и люди не едут западные, светило у нас работать и так далее. Это, так сказать, сейчас известный был скандал с отказом Нобелевского лауреата приезжать на вот эти вот все мегагранты. Никакие мегагранты, никакие сколковы до того, как вы начали дербанить, не помогают исправить ситуацию, ту, что у нас в науке творится достаточно печальная. 65, 10, 99, 6. Алексей на линии. Здравствуйте, Алексей, Москва. Да, добрый вечер. Значит, вот очень простой ответ, почему Гуреев уехал. Вынудили его уехать, это точно. А объясняется это просто. Не кусай руку дающего. Извините, может быть, за резкое. Но даже не в этом дело. Вот по экономической науке вообще. И опять, может быть, достаточно резко назовусь так, как, ну, может быть, я экономист-практик. В общем, Гуреев и вот эта вся РЭШ, ну, знаете, такое впечатление, что это не знайки на Луне. И это опять не главное. А главное, что сейчас... Алексей, а есть знайки, вот, вы можете назвать каких-то людей, которые вы можете назвать знайками? Знайками? Да. Ну, скажем, без практиков. Они же вам ничего не скажут. Люди, это люди, которые, скажем, в ЭТБ есть очень серьезные ребята, но они не пишут, они не эксперты, они работники. Нет, ну, речь-то идет сейчас именно об экономической науке. Вы знаете, об экономической науке, что я вам могу сказать? В общем, простую вещь сейчас. Нет ее как таковой. То есть есть нечто теоретическое, нечто теоретическое, которое называется наукой. Так? И есть практическая экономика. Практическая экономика, то есть как делать деньги. Не дербанить гранты. Понятно, Алексей, я понял. То есть ваша точка... Подождите, это еще самое главное, что я вам хотел сказать. Вот очень простую вещь. Вы обратили внимание, что вот недавно назначили, вернее, вы избрали вице-президентом Академии наук теолога Богослова. Так, и что дальше вы хотите сказать? Ну, вот это состояние... А, вообще состояние российской науки. Ясно, Алексей. Понятно, спасибо. Ну, да, так сказать, это как бы здесь об общем состоянии российской науки, говорит Алексей. Но все-таки, я думаю, повторим нашу точку зрения о том, что даже на фоне действительно то, что по мировым меркам наша экономическая наука, как и другие наши социальные науки, находятся в весьма плачевном состоянии, вот, Гуриев делал очень много в качестве, в том числе и представления нашей науки за рубежом, на Западе. И давайте до перерыва возьмем еще один звонок. Олег на линии. Алло. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Олег Орехово-Зуева. Ну, вот по поводу Гуриева, да, его, как бы, да, значит, вы говорите про либеральную эмиграцию. Ну, в смысле, да, это ведь действительно такой фактор вынужденности. Это, он сам, как бы, ситуация такова в стране просто, понимаете, настолько нагнетает обстановка, да, вот именно режимом, что любой здравомыслящий нормальный, да, человек либерально-мыслящий, он по-любому начинает мыслить, что делать, да, это всегда вопрос был. Да. И как? И остается один вариант, то есть или, извините за выражение, линять, или же оставаться здесь, степнить. Вот, грубо выражаясь. Вы для себя как, как вы на этот вопрос отвечаете? Я отвечаю, говорю, однозначно, действительно линять, то есть потому что, понимаете, там есть пространство для творчества, там есть пространство для работы, здесь его не будет. Вот пока, может, оно еще какое-то время еще есть, вот, хотя я сам не экономист, я религиовед, да, но все равно. А вы сами, а вы в вашей профессии замечаете какие-то изменения происходящие сейчас? Естественно, как вы думаете? Естественно, да, идет жесткий вот этот вот так называемый, ну, скажем так, не диктат, но доминант, доминант официальной религии. Он очень жест. Ну да, то, что предыдущий Алексей сказал, знанийщий вице-президент, академия наук, у нас теолог, богословская кафедра в МИФИ. Извините, в фистехе, в фистехе, да. Есть, есть. Вот, поэтому, соответственно, да, и идет, понимаете, такое, во-первых, это, если вот конкретно касаться, да, вот религиоведения, да, это стращивание государства Матарас, потом идет такое, вот, понимаете, теологизирование науки действительно, и, как бы, понимаете, вот люди здравомыслящие, здравомыслящие, они реально тут уже не нужны. Режиму они, фактически, понимаете, они ему мешают. Да, Олег, вы фактически здесь, да, подвоите те выводы, которые мы уже начали делать, которые хотели сделать. Ну да, то, что мы остаемся, как я вот выразил, повторюсь, с православной социологией, чекистской экономикой и конспирологической политологией. Олег, спасибо, спасибо за ваш звонок, и мы в последней части нашей передачи как раз и поговорим о том, какие, собственно, последствия, в смысле, эмиграции будет иметь отъезд Гуриева и вся нынешняя общественная атмосфера. Уходим на перерыв. Здравствуйте, в эфире программа «Археология». О чем мы говорили? Как-то я заслушался. Мы говорили о том, к чему приведет отъезд Сергея Гуриева, приведет ли он к волне либеральной эмиграции. А, да, спасибо, спасибо, Кирилл Горский мне напоминает, заместитель главного редактора. Вот что значит, так сказать, человек на редакторской работе. Я записал. Я заслушался, я заслушался рекламы, честно говоря. Вот, все по-новому. Работаем в 20 часов. И, собственно, такие у нас ролики интересные в середине. Говорим мы об отъезде Сергея Гуриева. Мы вас приглашаем к этому разговору. 65 10 99 6, телефон наш в студии. Что он для вас значит, если значит вообще что-либо? Является ли это сигналом к некой новой либеральной, новой волне либеральной эмиграции? А вот давайте еще такую вещь рассмотрим, о которой мы не поговорили, о которой очень важно поговорить, о которой неожиданно эта вещь выплыла вполне в плане реального разговора. Я думал о ней, прежде всего, абстрактно, но сейчас она выпала вполне реальной. Третье дело Ходорковского. Третий срок Ходорковского. Потому что ясно, что Гуриева и прочих экспертов привлекают к тому, чтобы Ходорковскому шить третий срок. Скажите, вы вообще верите, что Михаил Борисович выйдет, когда там у нас, по-моему, 25 октября 2014 года? Может быть, все может быть, поскольку мы вообще никогда не знаем, что будет с нашей страной через полгода, но пока не похоже. Я вот не верю ни нисколько, и с каждым днем верю все меньше. Пока просто непонятно, как можно сконструировать из дела экспертов дело Ходорковского. Еще одно. Да, в 2003 году он финансировал часть экспертов, которые в 2011 году не по его уже заказу, а по заказу Совета по правам человека при президенте писали эти заключения. Третье дело Ходорковского, если оно и будет, то вряд ли из дела экспертов. Ну, как сейчас им, так сказать, я забыл, какая там статья, 292, что ли, «Препятствование правосудию». Собственно говоря, те, понимаете, как бы юридические аргументы, аргументы логики, аргументы разума, аргументы права, скажем, глядя на дело Кира Флеса, глядя на Алексея Навального или глядя даже на второе дело Ходорковского, понимаешь, что это пустая фикция. Аргументы разума с аргументами разума сложно, сложно даже выловить, какая логика связывает многие звенья цепочки. Ну, в общем, да, мне кажется, из того, что даже вот в своих отрывочных интервью, объяснениях рассказал Гуриев, уже после своего отъезда, мне дело Ходорковского предлака представляется вполне объемным и реальным, а у нас все, о чем говорят в плане силовиков, все становится реальным, мне так кажется. В 2003 году предвидел, что будет в 2011, и заранее подселил, так сказать, соломки, подкопив эксперт. Зная о втором строке, да, да, да. Ну, если все так, то точно пора либерально эмигрировать. Вот все-таки относительно пора эмигрировать, относительно волны и так далее. Любая эмиграция, это очень сложное решение. Я бы с гигантской осторожностью говорил о какой-то новой волне. Любая эмиграция, это потери статуса, денег, работы. Брать там Андрея Курбского, который уехал от Иоанна Грозного. Он как раз неплохо устроился. Ну, хуже, чем здесь. Хуже, чем здесь, конечно. То есть, это всегда потери некое. Все, собственно, наши эмигранты конца второго, начала третьего десятилетия двадцатого века, философский пароход и так далее. Кто-то бедствовал, кто-то голодал. Начальник угрозыска Москвы, Петербурга, Риги, Киева и так далее. Там как-то пополов проголодь жил в Париже. Кашко, Аркадий Кашко. Да-да-да, знаменитый сыщик. Да. И так далее. То есть, нет каких-то примеров тому, как люди уезжающие были бы необычайным образом востребованы там, обрели бы золотые горы, которых у них не было здесь, улучшили бы свое материальное положение, жилищные условия, там как-то, чтобы с работы у них было там лучше, чем здесь и так далее. Даже когда западные столицы создавали некий государственный спрос, но они же боролись с Советским Союзом, да, соответственно, отчасти диссидентов действительно подкармливали иностранное государство. Но это как бы единицы и копейки. Да, Сергей Гуриев ученый с мировым именем, поэтому за него мы совершенно не успокоимся. Ну да, за него мы успокоимся. С другой стороны, если говорить о нынешней волне эмиграции, если она вообще существует, все-таки это гипотетическая вещь, не как о либеральной волне, а как о экспертной волне, то вот спрос на их экспертизу там, безусловно, существующий, я полагаю, приводит к тому, что они перестанут мыслить, думать и формировать продукт своей деятельности относительно России, то есть Россия прежде всего потеряет. Это безусловно. Я хочу здесь напомнить цифры, которые были недавно опубликованы, вполне заметим, лояльным фондом общественное мнение, согласно которым в 40% молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, напомним, это была очень репрезентативная выборка по всей стране, по миллионникам, по крупным городам, по малым городам, 40% от 18 до 30 лет готовы уехать хоть сейчас. Это ведь тот вопрос фон, который он быстрее убрал. Который тут же убрали, настолько он неудобен. А там были экономические причины или вот мировоззренческие? он разбит, надо посмотреть. Я сейчас хочу напомнить телефон, наш студийный, 651099,6, и давайте вот так сформулируем вопрос. А рассматриваете ли вы для себя возможности миграции, в том числе и в контексте нынешнего отъезда Сергея Гуриева, конечно, он не может являться примером, ученый с мировым именем. Но с другой стороны, все-таки он акцентирует некий очень важный тренд, который сейчас происходит, в том числе в недрах городского креативного класса. 651099,6, рассматриваете ли вы для себя возможности миграции? Виталий. Здравствуйте, Виталий. Я не рассматриваю возможности миграции, нет возможностей накопления на Западе, я не вижу перспективы, но пока у меня здесь что-то такое получается, я вот уже честно признаюсь, я там когда-то даже поддерживал там внутренние пути, когда там в Чечне там дела были. Значит, ну теперь я вот что как бы уверенно вижу, что даже как говорят попало в ловушку там диктаторов или цедрии, то есть любое действие кажется прежде всего борьбой с его как бы возможностями властью, соответственно необходимо противодействие. Любое противодействие тоже у меня иллюзий нету, например, меня теперь по нынешним понятиям можно смело признать врагом нынешней власти, пока еще легитимно. Welcome, welcome, welcome to the club, Виталий. Смело заявляете, да. Заявляете, да. И хотя сейчас если там какая-то искра случится, типа как в Турции, понятно, власть сознает реально, что сейчас там не более там 10% там выйдет какие-то массовые события, креативный класс, да, но еще через несколько лет, креативный класс уедет, не будет бизнеса, производства, и так далее, в общем, экономика пока что, дай бог, ошибиться, катится банкротство, ну, собственно, в Турции тоже как-то плохой экономик. Вот, и тогда вот действительно уже 70% оставшихся, которые там не креативны, простые. Будут обслуживать трубу, да. Нет, ну, обслуживать трубу, там сколько там, там миллион, там, по течер, надо, остальные-то куда денут, то есть, ну, короче, когда уже будет очередная искра, там, типа даже в Турции, то уже тогда выйдут, да, уже тогда миллионы. Понятно, Виталий, спасибо, спасибо тоже турецкие события, привлекли, о которых, конечно, тоже мы упомянем и в одном из ближайших эфиров поговорим. Еще раз, телефон наш, 651099,6, рассматриваете ли вы для себя возможность иммиграции? Леонид. Ну, мне кажется, что этот вопрос совершенно некорректный, прежде всего потому, что, если человек уехал, то это не значит, что он перестал быть гражданином России. А мы же не говорим, что перестали быть гражданином России. Значит, то, что вот 40% хотят уехать, может быть, 40% уедет, но очень многие из них вернут. Но ситуация же совершенно иная. Вы же говорите, задаете вопрос об отъезде людям, которые об этом как-то, ну, думают. А у нас ведь, на самом деле, не из одних людей с высшим образованием состоит страна. Есть люди, которые просто хотят жить нормально, они просто честные. И вообще, вопрос об отъезде сейчас совершенно по-другому стоит, чем раньше. Раньше ведь была идеология у этих людей, а сейчас мы имеем дело просто с бандитами. Подождите, у кого была идеология? У коммунистической партии. А, вы имеете в виду власть? Да, я имею в виду, конечно, я имею в виду. А, вы имеете в виду причины отъезда людей? Ну, конечно, потому что идеология была совершенно жуткая. Ну, да. Как в нацистской германии, в общем, какая-то там, ну, совершенно идеология, бандиты, это шайка. Понятно, понятно или нет. Спасибо. Ну, да, вот такие у нас точки зрения, но вы знаете, вот здесь интересно, предыдущий наш звонящий Турцию, кстати, очень хорошо здесь упомянул. Смотрите, кто из Турции езжает? Кто из России? Мне кажется, что вот чисто креативный класс из Турции практически не едет, учитывая, кто сейчас вышел туда, да, на площадь Таксим. Какие-то несколько другие механизмы напряжения, возможно, там эти механизмы напряжения не дошли там вот до наших аналов. Турки, в Европе, это что? Это донер-кебаб, это рабочие заводы Volkswagen, это строительные рабочие. Даже не иммиграция, это экономическая поездка. Это примерно как Молдаване или эти самые, или грузины у нас. А наши, Кирилл, да я просто закончил, а наша иммиграция, такой же вообще нигде иммиграции в мире, самая иммигрантская иммиграция, самая потрясающая иммиграция. От нас едут высокополит кто? Есть один пример, очень близкий к нам. Вот у нас исторически как-то не сложилось в братских странах, вот в соседней Белоруссии есть две исторически братские страны, Польша и Литва. И существенная часть интеллектуальной элиты Белоруссии за последние годы уехала в эти две страны, где она может ассимилироваться. Так вот, в Белоруссии при этом, хочу заметить, в общем-то ничего не произошло. И уехавшие каким-то особо заметным образом не устроились в Польше и Литве. И они там тоже не стали заметными влиятельными фигурами. Но я к чему говорю, что все-таки наша иммиграция, она гораздо более чувствительна для выживания нации, для генофонда нации, потому что едут наиболее квалифицированные, наиболее креативные, наиболее продвинутые кадры, да, едут не строительные, рабочие, едет, это не турецкий, да, экспорт людей, а наш, вот, собственно, вот этот иммиграционный выброс, который может быть тоже в связи с делом Гуриева, в связи с третьим делом Ходорковского, о котором мы из ближайших эфиров поговорим, мне кажется, он может быть совершенно разрушителен для России, для нашей, так скажем, культурной демографии, для нашей культурной географии. По поводу демографии у нас сейчас это сложная проблема. Да, не будем об этом. Ну что ж, эфир у нас, к сожалению, подходит к концу, тема очень тяжелая, тема очень сложная, мы будем к ней возвращаться в наших следующих передачах, я благодарю наших гостей, это Кирилл Горский, замглавного редактора Форбса, Борис Грозовский, обозреватель Форбс, но скажу нам, что старая анекдота, с ситуацией есть три выхода, Шереметьево, Домодедово и Внуково, но, как говорят наши слушатели, есть и четвертый, как на площади Токсин, Стамбуле. Финам ФМ